В одном из видео мы рассказали про главное богатство Алтая – природу и какие возможности она дает туристам. Но Алтай – это не только природные достопримечательности. Здесь будет любопытно туристам, интересующимся историей и культурой. Алтай навсегда вписан в историю человечества. Это настоящий рай для любителей археологии и древнейшей истории. На его территории встречаются стоянки древних людей, петроглифы, многочисленные могильники и курганы, каменные изваяния. Особый вид познавательного туризма знакомится со свидетельствами освоения человеком алтайских богатств. Историческими памятниками являются рудники, каменоломни, другие месторождения, медно-цинковые, свинцовые. Алтай – это традиции и быт местного населения, среди которого есть и коренные жители народа тюркского происхождения, переселившиеся сюда с давних времен – алтайцы. Более европеизированные – кумандинцы, народ лебедь. И относительно «молодые» жители, появившиеся здесь в связи с развитием горнодобывающей промышленности – казаки, украинцы. Есть здесь и немецкие поселения. Еще в 1908-1910 годах в рамках Столыпинской аграрной реформы произошло добровольное переселение немцев в Алтайский край. Император Николай II увидел в них образцовых земледельцев и для новых немецких поселений в степи отдал переселенцам безвозмездно 60 тысяч десятин земли или 60 гектаров. Каждый из этих народов бережно хранит свои традиции – гастрономию, обряды, фольклор. Часть местного населения – сторонники экзотических доктрин – шаманизма, белой веры, бурханизма, учения Николая Рериха, староверства. Тем, кого это все увлекает, пообщаться с ними будет очень интересно. Максимально приблизиться к местному быту позволяет сельский туризм – отдых в сельской местности, в гостевых домах и усадьбах. Здесь их называют «зеленые дома». Проснуться утром в деревенском доме, умыться колодезной водой, нарвать для завтрака свежие клубники, выпить парного молока, что может быть умиротвореннее. При этом вам также будет доступен активный отдых, конные пешие прогулки, поход в лес за грибами, сплавы по реке. Сельский туризм стал одним из приоритетных направлений развития туризма на Алтае на государственном уровне. Алтай – это музейный и событийный край. Для любителей посещать музеи Алтай предлагает широкий спектр экспозиции – от серьезных историко-культурных до развлекательных. Здесь есть краеведческие музеи, археология, этнография, традиции и быт разных времен и народов, технические музеи, авиация и космонавтика, железная дорога, рудники. Дома музея известных деятелей культуры и искусства, изобретателей, ученых. Тематические и оригинальные музеи, галереи и множество необычных арт-объектов. Фестивали и праздники круглый год. Как видите, культурно-исторические достопримечательности и музейный событийный туризм достойно конкурируют с природой Алтая. Во всяком случае, здесь будет интересно туристам с разными предпочтениями.